Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Фатимиси Даметова о последних событиях прямо сейчас. Строительство фонтана для омовения в виде восьмиконечной звезды, установка окон. Какие еще работы ведутся в соборной мечети? Праздник для будущих первоклассников в микрорайонах Симферополя. Рекордная рождаемость зафиксирована в одном из роддомов республики. И в Патарийский микрорайон Исмайлбей отметил свое 29-летие. Секреты производства кумысов в Крыму Крымскому инженерно-педагогическому университету присвоят имя Февзия Кубова. Инициативу увековечить. Память почетного гражданина республики и основателя университета полностью поддержал глава республики Сергей Аксенов. Февзия Кубович очень светлый человек, почетный крымчанин, герой Украины, награжденный оригинальными медалями Узбекистана, Российской Федерации, который очень многое сделал, в том числе для становления высшего образования в республике Крым. И человек полностью отдал себя науке, отдал себя образованию и смог создать на самом деле в тяжелых условиях, ну не как сейчас, когда государство активно оказывает содействие, создать действительно вот такой вуз, сплотить коллектив и очень многое сделать для сохранения культуры, традиций крымско-катарского народа. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно справедливое решение. И тоже буду благодарен, конечно, если вы его поддержите. Решение было единогласно принято на расширенном заседании Тоговой коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Ходатайство для издания соответствующего указа будет направлено на имя главы. Крым за четыре года потратил на социальную поддержку педагогов более 100 миллиардов рублей. Деньги выделены на оплату жилья молодым учителям в сельской местности, на оплату проезда к месту работы и на выплату премий. Об этом на расширенном заседании Тоговой коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики сообщила глава Минобраза Наталья Гончарова. Также, по ее словам, ежегодно выделяется не менее двух миллиардов рублей на улучшение материальной базы образовательных учреждений. Прорывом для Республики за эти годы стало создание 20 780 мест для детей дошкольного возраста. Этого удалось достичь благодаря проведенным ремонтам нефункционирующих детских садов, возврату в сеть 11 зданий, долго времени использующих по целевому назначению, приобретению 69 модульных детских садов. В новом учебном году откроют в свои двери 522 муниципальные школы, 16 интернатов и 6 частных школ. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил высокий уровень образования в Республике и призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов. Мы договорились, что надо проработать механизмы избавления преподавателей от излишней бюрократии. На мой взгляд, это важный инструмент. Но кроме самих педагогов, лучших предложений, на мой взгляд, никто не даст. В понедельник протокол поступит по итогу ко мне. То есть мы договорились, что с Натальей Георгиевной в течение одной недели все поручения будут расписаны по всем министерствам и ведомствам. В Республике наградили педагогов, ученики которых сдали ЕГЭ на 100 баллов. Сертификаты на получение премии сотрудникам общеобразовательных школ вручил глава Крыма. Балажанина Валентина Викторовна, учитель русского языка и литературы Новопавловского учебно-воспитательного комплекса Красноперекопского района. Сергей Аксенов выразил слова благодарности и отметил, что крымские педагоги показали хороший уровень подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. Причем такие успехи полуостров показал всего за пять лет в российском пространстве. Также, по словам Аксенова, в следующем году все школы и детсады Крыма будут отремонтированы. На это выделили более миллиарда рублей из республиканского бюджета. Сделано за пять лет много, конечно, в первую очередь благодаря самим педагогическим коллективам. Многие, вы знаете, учебные образовательные учреждения, дошкольные учреждения образовательные, высшего образования держались исключительно на плечах трудовых коллективов. Зачастую без денег, люди самостоятельно, то есть вытягивали свои школы, детские сады, ремонтировали, совместно с родителями объединялись. В данном случае, поэтому сегодня мы видим, что за пять лет образование республики Крым получило новый толчок. Строительные работы в соборной мечети Крыма завершены на 80%. Это самое масштабное религиозное сооружение на полуострове. Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории и оформлением помещения. Об особенностях проектирования внутри узнала наша съемочная группа. Подробности у Дианы Бекмамбетовой. Строительные работы в соборной мечети ведутся каждый день. В конце сентября будет готова внешняя отделка административного корпуса муфтията и гостевого дома. Строители активно занимаются отделочными работами внутри помещения. В одну смену тут трудятся 100 человек. Окна установлены по турецкой технологии. Их монтируют с гипсом для звукоизоляции уличного шума. В начале осени начнется установка внутренних окон. Здесь, в частности, мы видим, применились в первый раз на территории Крыма пенджире. Это старое, в современном Крыму я имею в виду. Это по старой османской технологии делаются вот эти пенджире из белого гипса. Раньше, она немножко изменилась технология, но раньше туда добавляли овечью шерсть, а сейчас добавляют специальный полимерный материал. Такое здесь впервые. Они сейчас вот установлены уже, мы ожидаем камень, когда станет камень уже по наружке. Это все оцентруется и будет точно так же, как на основном куполе, на самом верху. То есть, вот примерно, это новое. Здесь такого пока еще больше никто не делал. Стены и пол облицуют мрамором. Плитку для оформления фасадов в мечети и корпусов заказывают из Турции. Там производят материал с орнаментом в османском стиле. Мастер изготавливает вручную каждую деталь. Ведутся работы по благоустройству двора. Готов фонтан для омовения в виде восьмиконечной звезды – символа восьми ворот рая в исламе. Строительство объекта контролирует депутат Госдумы Руслан Бальбек. Купол основной мечети также полностью кровля готова. Барабан, то есть, стены также облицованы. То есть, на данный момент идет внутренняя отделка, благоустройство территории. То есть, идем ударными темпами. Надеюсь, что в сроки подрядчик уложится. Чтобы подрядчик успел в сроки, итоги промежуточных работ будет проверять Госстройнадзор. В связи с тем, что здесь много работы, которая связана с детализированным подходом подборки элементов фасада, которые изготавливаются из натурального камня. Очень детализированный, индивидуальный подбор керамических элементов, которые заказываются по индивидуальному заказу. Для того, чтобы этот вопрос урегулировать, мы сейчас выработали план взаимодействия вместе с заказчиком строительства, а также с генподрядчиком, в ходе которого первым этапом будет постановка на надзор данного объекта в службу Государственного строительства надзора Республики Крым. При рассмотрении календарного графика выполнения работ, инспектор составит программу проведения проверок. И при каждой проверке, при программной проверке, будет проверяться срок исполнения каждого этапа работ. И будет контролироваться. Соответственно, если эти сроки будут нарушены, инспекторам будет выдаваться соответствующее предписание об устранении данных нарушений. Поэтому считаю, что данная работа им принесет лишь только положительный эффект, и объект будет сдан вовремя. Соборная мечеть занимает участок в 3 гектара. Ее высота почти 60 метров, вместимость свыше 2000 человек. Для мусульман Крыма Соборная мечеть – это их мечта. Это теплое, доброе отношение, это уважение по отношению к ним. И это же, конечно, мы ценим. Любой здравомыслящий человек должен понимать, что все, что делается на этой земле, это делается во имя мира, во имя добрых взаимоотношений и во имя будущих поколений. Поэтому все народы, все конфессии здесь, в Крыму, считают Крым своим домом. И наша задача – сделать его таким, построить взаимоотношения на таком фундаменте, чтобы будущие поколения, они только развивали эти отношения. Скоро самое высокое и большое религиозное сооружение Крыма будет готово принимать верующих. Открытие ждут и те, кто хочет постичь основы ислама. При соборной мечети будет работать медресе. Диана Бекмамбетова, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. Почти 3 миллиона бюллетеней получили избирательные комиссии для голосования на выборах в Государственный совет Республики Крым. Печатать бланки типография начала 9 августа. Сегодня они отправились по территориальным избиркомам. Будем их распределять по участковым комиссиям. И 6 сентября у нас будет выдача на избирательные участки избирательных бюллетеней. В дальнейшем они их отрабатывают, как положено, с подписями участковых комиссий, с печатями. И дальше будут использоваться уже в день голосования на избирательных участках. Всего в Крыму 27 территориальных избирательных комиссий, более 1000 участковых. Четверть избирательных участков будет оборудована камерами видеонаблюдения. После избрания нового состава Крымского парламента депутаты изберут главу Крыма и правительства. Все избирательные участки уже приступили к работе непосредственно. Так называемый ППЗ к предварительному голосованию. Проблем по республике Крым нет. Все избирательные участки будут оборудованы и металлодетекторами, и сейфами. Всем необходимы. То есть готовность уже фактически номер один. Микрорайон Исмайлбей в Евпатории празднует 29 лет со дня своего основания. Для жителей подготовили праздничную программу, в рамках которой провели боксерские и шахматные турниры. О том, с чего начиналась история микрорайона и чем он живет сегодня, в сюжете Руслана Минаева. Фатиме Бекирова в 90-х годах была в числе первой сотни человек, которые приехали сюда из Узбекистана. Вспоминает, стройку начинали в ужасных условиях. На каждую семью было по 500 кирпичей. Не было ни воды, ни газа. Мы вернулись в Крым. Здесь получили участок и начали строиться. С трудом подняли дом. Времянку не строили. Строительство первых домов в микрорайоне Исмайлбей началось в 1990 году, когда крымские татары получили документы на землю. Вокруг этого поля, сейчас оно футбольное, началось строительство первых домов в микрорайоне Исмайлбей. По левую сторону находится улица Милет. Чуть дальше улица Наманыч-Лебежхана. Именно эти улицы стали первыми в микрорайоне. Сегодня в микрорайоне Исмайлбей отмечают 29 лет со дня его основания. За почти 30 лет местные жители отстроили более 2000 домов. Население микрорайона сродни городскому. Здесь проживает около 10 тысяч человек. В микрорайоне Исмайлбей действует одна школа. Школа номер 18. Это школа с катарским языком обучения. Действует одна амбулатория. Строится школа и детский сад. Сегодня городские власти организовали для жителей микрорайона праздничный концерт. На сцене десятки творческих коллективов полуострова, которые выступают с народными песнями и танцевальными номерами. Среди них Риана Аблаева с песней о родной Евпатории. Также для детей организовали шахматный турнир и соревнования по боксу. Мне нравится такой стиль, потому что благодаря ему я выиграл. Шахматы меня научили продумать каждый мой шаг. Праздник микрорайона закончился награждением победителей соревнований. Организаторы обещают с каждым годом отмечать праздник с еще большим масштабом. Руслан Минаев, Эльдар Заитов, телеканал Миллет. Из-за жаркой погоды асфальт плавится, а грибы находят лазейки прорастать сквозь него. На остановке в селе Лозовой Симферопольского района шампиньоны растут сквозь асфальт, поднимая его. Этот видеоролик опубликовал пользователь соцсети ВКонтакте, а комментаторы, в свою очередь, с юмором отреагировали на ролик. Идем на рекорд. За последние шесть месяцев почти две тысячи малышей появились на свет в Симферопольском родильном доме номер два. Из них одна тройня и 26 двойняшек. Из роддома сюжет с Севелиной Меметовой. Анастасия Шолина на 15-й неделе беременности. Это ее третий ребенок. На день открытых дверей в Симферопольский родильный дом номер два пришла вместе со своим мужем. Рассказывает, третья беременность самая долгожданная. После второго кисерево сечения врачи сказали, что больше Анастасии иметь детей не сможет. Но произошло чудо. Для нас мужем это был настоящий подарок. Просто неожиданный для нас подарок. Когда вот этот шанс на миллион мы получили. Когда я вот эти две заветные полосочки увидела в начале июня месяца. У нас старшие две дочери. Сейчас нас обрадовали. Сказали, что у нас будет наконец-то мальчик. День открытых дверей проходит здесь каждую среду. У женщин есть возможность задать все интересующие вопросы по поводу предстоящих родов. Консультацию проводит акушер-гинеколог Александр Лавыгин. Многих интересуют вопросы эпидуральной анестезии, да, обезболивания в родах. Многих интересуют вопросы, сейчас это становится очень модно, да, то есть роды в темноте, в тишине и так далее. И вопрос тоже, так как это сейчас развивается, стволовые клетки, медицина идет вперед. Вот вопрос интересует, когда, на какой минуте, после чего пережимается, пересекается пуповина малыша. То есть это действительно тот блок вопросов, которые задаются каждый раз на открытых дверях. В акушерском отделении работает 20 врачей. Всего в роддоме 5 этажей. Два из них занимает гинекология и операционный блок. Сейчас здесь находится 25 беременных и более 40 молодых мам. По словам женщин, в роддоме есть все необходимые условия для полноценного ухода за ребенком. Отдельные палаты, кроватка для малыша, душ и туалет. Это мои вторые роды. Первые роды тоже проходили в этом замечательном месте, в этом роддоме. У меня были очень положительные эмоции. Первый раз, второй раз мы тоже решили сюда вернуться уже за девочкой. Первый ребенок у меня мальчик. Ольге Корнечук 42 года. Она родила мальчика несколько дней назад. Врачи очень все хорошо сделали, молодцы. И послеродовой уход тоже очень порадовал. То есть я могу сравнивать и поэтому очень понравилось. Все процедуры очень хорошо проводили. Сегодня мы идем уже на выписку. Родильный дом стал первым лечебным учреждением Крыма, подтвердившим статус больницы доброжелательной к ребенку. В этом конкурсе участвовало более 22 тысяч больниц из 160 стран мира. Сегодня здесь самое современное оборудование и квалифицированный коллектив врачей. Это новый аппарат УЗИ. На нем видно не только ребенка, но и его внутриутробное состояние здоровья. В 2018 году здесь родилось более трех тысяч детей. А за последние шесть месяцев на свет появилось практически две тысячи малышей. Из них 26 двойняшек и одни тройняшки. Количество родов у нас растет. И к концу года мы думаем, что мы, надеюсь, превысим тот рубеж, который был взят нами в 2018 году. На территории роддома находится сквер будущего. Здесь высажено более 40 деревьев. Идея создания сада – коллектива. Наш роддом существует с 1 марта 1947 года. И мы 16 марта 2019 года, когда было пятилетие нашей крымской весны, пригласили всех, кто сможет прийти и посадить деревья. Кто все? Это те дети, которые родились в родильном доме с 1947 года рождения. Бросили клич в соцсетях. И к нам 16 марта пришло 445 человек, которые родились в нашем родильном доме. Из них два наших ребенка, которые родились в 1947 году. Каждое дерево именное. Сотрудники роддома завели специальную книгу «Счастье и радости», в которой указаны все имена людей, причастных к созданию сквера. По словам главного врача Ильи Глазкова, это не последняя традиция в их роддоме. Севелия Меметова, Герой Абдулаев, телеканал «Миллет». Азовское медресе исламских наук приглашает абитуриентов. В мужские и женские отделения принимаются выпускники 9-11 классов. В отделениях афезов могут пройти ученики, окончившие 5-й класс. Обучение длится 2-3 года. После выпускники медресе получат аттестат о полном среднем образовании и диплом о среднем профессиональном религиозном образовании. Обучение, проживание и питание бесплатное. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте Духовного управления «Мусульман Крыма» и города Севастополь. Песни, танцы, конкурсы, подарки. В микрорайонах мечеть активисты провели ежегодный праздник для первоклассчиков. Спонсором выступил депутат Госдома Руслан Вальбек. На мероприятие пришло более сотни людей. Подробности в сюжете с Севелия Меметовой. Во дворе религиозного центра микрорайона Ахмичеть собираются люди. Сегодня здесь праздник для детей, которые идут в первый класс. Для них мы даем напутствие от нас, от жителей. Они когда берут эти подарки, они идут в первый класс, готовятся к этой школе. Ну, довольные дети, в общем. Изящные движения рук и зажигательная музыка. Первый на площадку вышел танцевальный ансамбль «Арикет». Здесь собрались больше сотни детей и взрослых. Так ярко и задорно провожать первоклассчик в мир знаний традиция, которой более 20 лет. Они должны понимать, что такое учение, учение свет. Еще Гасплинский говорил, что нужно очень большое значение придавать образованию. И я думаю, что у наших детей большое будущее, потому что они все стремятся к знаниям. Задорную музыку и смех детей слышно во всем микрорайоне. Ребят развлекают аниматоры. Они подготовили целую программу с конкурсами и подарками. Праздник отметили и в микрорайоне «Фонтаны». Спонсором выступил депутат Госдумы Руслан Бальбек. В рюкзаке у первоклашек уже есть ручки, тетради, цветные карандаши и альбомы. В крымско-татарских семьях культ образования исторически заложен. И, конечно же, в Ахмичете и сегодня уже и на фонтанах красивая традиция, которая, наверное, рождалась с момента возвращения на историческую родину основания массивов и Ахмичете, и фонтан. Когда перед первым сентябрем, днем знания, собираются жители и, естественно, чествуют наших первоклашек, потому что это для них путь к образованности. Выпустить небо шары и загадать желание – еще одна традиция местных жителей. Через несколько дней двери школы Алими Абденановой откроются почти для 200 первоклашек. Севелия Меметова, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». Крым занял первое место по надоям в Южном федеральном округе и восьмое в Российской Федерации. Среднесуточные надои молока в сельхозорганизациях республики на одну голову составили более 21 литра. В Крыму более полувека в промышленных масштабах производится кумыс. В день получают почти 100 литров молока. О том, как готовят напиток – Эльма Соблакимова. Пенсионерка Ольга Гнатюк работает дояркой на конеферме в селе Зеленогорское почти 20 лет. Всех лошадей знает по кличкам. Чтобы кобыла не боялась, но обучаем их молодец. Есть ли у вас здесь любимица, которая дает больше всего молока? Да, у нас есть Элита. Вот сейчас взойдет Элита. Познакомим вас. Элита, фанфурик и чебурашка – передовики производства. На предприятии 39 лошадей. В день две доярки собирают до 100 литров молока. Первая задача в изготовлении кумыса – собрать кобылье молоко. За раз можно получить от одного до полутора литров молока. И собирать его нужно с периодичностью раз в два-два с половиной часа. Лошади пасутся на природе, как и полвека назад, когда предприятие только открылось. Заведующий конефермы Гела Мумладзе поделился секретом получения качественного продукта. Весь секрет в том, что как на природе они напаслись, они съедят все, что им нужно. А что попало, они есть не будут. Ну, всякое разнотравье, естественно, от этого и получается качество молока. После дойки молоко процеживают и перевозят в цех. Здесь его перемешивают в заквасочной ванне в 500 литров. Раиса Кирова – работник этого цеха во втором поколении. Мы начинаем привозить молоко. Мы его заливаем, добавляем в закваску, бьем, потом охлаждаем. Закваской становятся лактодрожжи и ацидофильная палочка. Смесь взбивается полтора часа, затем охлаждается и так дважды. Там и происходит процесс газации. Кумыс выдерживается 24 часа и только потом разливается по бутылкам. Такой кумыс называют среднезрелым или суточным. 50 ящиков с полулитровой тарой загружаются в холодильник. Завтра они отправятся на прилавки магазинов Симферополя. Эльмас Аблакимова, Рамазан Левапов, телеканал Меллет. Это все новости на сегодня. В студии для вас работала Фатимиси Дометова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин